Всем привет! С вами профессор Гуглов. И сегодня мы с вами поговорим о 30 интересных фактах о морях и океанах. На месте Средиземного моря когда-то была суша. Но около 5 миллионов лет назад уровень Атлантического океана поднялся и он перелился через Гибралтарский пролив. Объем воды, хлынувший в Средиземноморский бассейн, в тысячу раз был больше, чем содержится воды в бассейне реки Амазонки, наполнив Средиземное море в течение двух лет. Гераклиана – древнеегипетский город, который был поглощен Средиземным морем около 1200 лет назад, был обнаружен в 2000 году. 10 тысяч грузовых контейнеров теряется в море каждый год. Из них около 10% содержат токсичные химические вещества, которые могут просочиться в океан. Выражение «через семь морей» изначально употреблялось арабскими торговцами и означало «путь до Китая». Морские монстры на средневековых картах использовались, чтобы указать неизвестные территории. В 1992 году в море попали 29 тысяч резиновых уток. Часть из них собрали, а часть потерялась и помогла расширить знания человечества о мировом океане. В XVI и XVII веках две трети доходов в Дании поступали от пошлины с судов, которые входили и выходили из бассейна Балтийского моря. Существует захоронение из 52 бочек, содержащих горчичный газ и нервно-паралитические отравляющие вещества, на дне моря между Ирландией и Англией. Каждый год площадь Финляндии увеличивается на 7 квадратных километров из-за таяния ледников. Если растопить морской лед, его можно пить, поскольку в нем в 10 раз меньше соли, чем в морской воде. Аральское море когда-то было четвертым по величине озером в мире, но в настоящее время от него осталось только 10% от первоначального размера, после того, как советские инженеры отвели воду от фидерных рек на посевы хлопчатника в пустыне. Это признано одной из самых страшных экологических катастроф в истории человечества. Горячие гидротермальные источники на морском дне способны нагревать воду до 400 градусов, но из-за давления на дне вода не закипает. 10 тысяч лет назад глаза всех людей были карими, пока у людей, живущих на берегу Черного моря, не произошла генетическая мутация, превращая карие глаза в голубые. Балтийское море не смешивается с Северным из-за разной плотности морей. В 1966 году ВВС США потеряла водородную бомбу в Средиземном море. Один испанский рыбак помог им найти ее и потребовал вознаграждения в размере 20 миллионов долларов за находку, причитающиеся ему в соответствии с законом. ВВС США в конечном итоге урегулировали инцидент во внесудебном порядке за неназываемую сумму. Большие белые акулы собираются в определенном районе Тихого океана, в котором мало пищи для этих хищных рыб. Исследователи сравнивают этот район с пустыней, но почему акулы так делают, пока никто не знает. Если водоем называется морем, то правовые отношения, связанные с ним, рассматриваются по международным нормам. Но если это озеро, то нет такого требования. С этими нормами связаны споры с недрами Каспийского моря, которые хоть и называются морем, но технически это озеро. Если Земля перестанет вращаться вокруг своей оси, то океаны соберутся на полюсах, создавая один экваториальный мегаконтинент и два полярных океана, погружая под воду почти все страны на севере – США, Европу, Канаду и Россию. Если извлечь все золото из мирового океана, то каждому человеку на Земле достанется около 4 килограмм золота. Карты поверхности Марса более подробные, чем карты дна океанов Земли. По оценкам Организации Объединенных Наций, на дне мирового океана покоятся более 3 миллионов затонувших судов. Самая высокая гора планеты Эверест состоит из морского известняка, возрастом более 400 миллионов лет, и представляет собой окаменелые останки океанских животных. Телефонные и интернет-кабели, проложенные по дну океана, всего 7 сантиметров в диаметре. В связи с глобальным изменением климата, островное государство Кирибати быстро погружается в океан. Правительство страны уже приступило к закупке земли у других стран, готовя население к плановой эвакуации. Под азиатским континентом существует гигантский подземный океан, по своим размерам соизмеримый с Северным Ледовитым океаном. На дне океанов и морей есть подводные реки, сероводорода и пластовой воды, которые текут, не смешиваясь с водами океанов и морей. Одно из наиболее известных рукотворных творений в Дубай, остров Мир, погружается в океан. На Земле были времена, когда океаны были полностью лишены кислорода. Тихий океан в самом широком месте, больше в 5 раз диаметра Луны. Индийский океан на 100 метров ниже среднего уровня моря, в то время как Северная Атлантика на 200 метров выше среднего уровня моря. Ну что ж, на этом у меня все. С вами был профессор Гуглов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»!